Компания прогрессивно-инновационная технология, входящая в фолдинг-компании Alcov, работает на рынке Car Security или 12-вольтовой индустрии, здесь глобально брать. По трем направлениям. Одно из направлений это Car Security, второе направление это Car Electronics, куда входят Car Audio и дополнительное оборудование, патроники, компрессоры, регистраторы. И портативная электроника это различные аксессуары к мобильным телефонам, в первую очередь в мобильном светлой связи, в первую очередь iPad, iPhone, это чехлы, это зарядки, всевозможные переходники. Вот, собственно говоря, три направления деятельности. Если говорить применительно к нашей выставке, она все-таки посвящена наше направление, это Car Security, то в направлении Car Security компания выставляет три бренда. Бюджетный бренд это бренд DaVinci, средний ценовой категории системы, бренд DaVinci, собственно говоря, вот, это последняя разработка с диалоговым кодом, с частотным радиоканалом, на частоте 430 МГц, с функцией запуска интеллектуального, ну, соответственно, полный набор охранок, сквозь. Ну, это такой недорогой сегмент, внешний вид, значит, систему, вот, собственно говоря, я посмотрю, как таким образом будут выглядеть новые брелки системы, центральный блок с полным набором функций с силовыми выходами, соответственно. Это запусковая, да, система? Да, это не запусковая система, в этом бренде запускового системы нет. Все бренды, это бюджетный вариант, да, без запускового, но довольно-таки такой, с хорошей, приличной, с пластмассой, да, вот. Это бюджетный системы. Система средний ценовой категории, это довольно известный на рынке бренд Шериф, это уже системы с функционалом, как с запуском двигателя, так и без запуска двигателя. Новые системы, которые будут представлены в самое предыдущее время, выйдут на рынок, в частности, новые системы с диалогом с кодированием, на высококанальный радиотракт, с максимальной защитой от помех, что немалонажно в крупных мегаполисах. Соответственно, в новый дизайн коробок, значит, в этом еще можно сказать, что есть автоматический контроль, связи с автомобилем на брелке, развлечивается. А, например, от другого, эти посылки появляются в какой-то ассетии? То есть, в какое-то определенное время машина отправляет на брелок? Да, машина отправляет периодически посудку. Эта посудка, соответственно, принимается с посылки автомобилем, то будет информация о том, что она потеряна. Что касается противоугольных функций, Ну, тут полный спектр, так же говоря, возможностей с имитацией, значит, не высокновенной блокировкой, а с имитацией неустойчивой работы двигателя и с последующей блокировкой, с персональным кодом, да, после которого только можно... Состроен в Канн-интерфейсе, например? Нет, у него внешний Канн-интерфейс, внешний, нет. Цифровой Канн-интерфейс, двухшильный, это разработка, мы запустили ее в производство где-то с начала года, это ЕМО-ский продукт с нашими партнерами в российской компании, где он специальный фонар. Протоколы-то читаете? То есть, вы сами читаете протоколы-то, или они читают? Нет. Что касается считывания протоколов, в цифровой Канн-интерфейсе, засчитывают они. Я к тому говорю, что сам по себе модуль, это будет внешний модуль, который стыкруется по протоколу с сигнализацией. Да. Значит, кроме этого, возможно подключение цифровых блокировок, управление по проводам, ну, соответственно, полный набор силовых крылетов банков, универсальный эффект, или запуск, с возможностью выбора различных программированных параметров в процессе установки системы. Ну, довольно-таки такой традиционный набор, если не брать во внимание, что в частности, в этой системе, возможно подключить по протоколу ГАН-модуль, который позволяет обойтись без ключа, без ключевой автозапуск сделать. А какие модули эти ключевые запуски используют? Даже с какими-то своими, или вот как-то на рынке представлены? Здесь мы работаем в сотрудничестве с компанией Айдаталинк. А, то есть компанией Айдаталинк шрифт может напрямую подключаться? Да, напрямую подключаться. Есть специально разработанный протокол, значит, есть возможность подключаться еще к другому самому устройству, кроме Айдаталинк. Ну, то есть он получается такой гибкий и удобный установок. Значит, кроме вот этой новой модели 1077 запуском, аналогичный блок, но без пульсов запуска, вот номер 8557, тоже выйдет. Примерно в таких же коробках, отличие только, собственно говоря, в цветах, наверное, да? Вот тут расписан апреллёрный функционал. А подключение GSM устройств каких-то? Подключение GSM устройств на сегодняшний момент вот к этим системам не предусмотрено, но это в процессе разработки. То есть это, в ряде сегмента, так же, как расширено, ну, на средний сегмент для автомобилей? Да, на средний сегмент, но с хорошим радиоканалом, по методам, диалоговым кодированием, соответственно, это защита от сканирования, с контролем качества связи с автомобилем, с полным набором функций охранных, противоугонных, сервисных, с полными силовыми выходами на борту. Второй брелок работает, также, в диалоговом режиме. Значит, ну, как сейчас ещё принято говорить, быстрый диалог. Вот у него скорость оптика не превышает где-то 900 миллисекунд. То есть он довольно-таки быстро работает, да, без каких-то там задержанных, да. Вот. Ну и наш инновационный продукт, который, в принципе, запущен был в начале этого года. Это вообще новый бренд, айкот. Значит, в этом бренде, ну, собственно говоря, вывод этого продукта диктует рынок. Рынок диктует. Значит, конструктивно-технологически этот продукт позволяет использовать не только сигнализацию, а также подключать сюда противоугонные устройства в виде мобилизатора на 2,4 ГГц, подключать сюда GSM-GPS устройства, соответствующие возможности и, соответственно, обоих каналов, да, и делать на базе вот этой сигнализации некий комплекс уже отрадный. У него какая-то, то есть цифровая шина своя? Да, у него есть своя цифровая шина. При этом даже, так сказать, есть две шины. Одна шина – это шина стыковки с CAN-модулем. При этом CAN-модуль устанавливается в центральном блоке, откручивается этот линк, CAN-модуль вставляется, как сим-карта, собственно говоря, в компьютере, и вы получаете центральный блок уже с CAN. Если вы хотите использовать его без CAN-а, вы просто вынимаете и используете без CAN-а, в соответствии с аналоговым подключением. Блок абсолютно со всеми силовыми выходами, с гибкими каналами программирования, которые могут, по статусу, управляться с брелка. И в том, что он производится само программирование? Само программирование производится с брелка. А с брелка полностью? Да, да. При этом все функции, которые программируются, последовательно эти функции, и все состояния этих функций, точно так же отображаются на дисплее брелка. А какие вот сетевые устройства могут присутствовать? Сетевые устройства? Реле-блокировки, цифровые, да, нормально… Их два типа – нормально разрукнутые, нормально замкнутые. Дальше. Здесь интерфейс подключения GSM внешнего модуля. Значит, интерфейс подключения иммобилизатора на 2,4 ГГц. Встроенный интерфейс для КАНА. Соответственно, вот эти три интерфейса, колокальные интерфейсы, вот, значит, разработаны специально для этого проекта. Соответственно, каждый из этих устройств, собственно говоря, сама по себе сигнализация, иммобилизатор на 2,4 ГГц или GSM устройств, они могут работать независимо друг от друга, могут работать по фарде в разных комбинациях, а могут работать все три. То есть, создавая таким образом довольно-таки мощное охранное информационное противоугодное устройство с широким набором GSM устройств. Мобилайзер G4 для ГГц, она, я так понимаю, включается как дополнительное средство авторизации, да? Да, как дополнительное средство авторизации. В слейф-режиме есть возможность работать? В слейф-режиме, изначально, как только вы вставляете модуль, слейф-режим у вас фактически появляется на базу. То есть, автовладелец на брелке ничего не нажимает, исходя с меткой, система постановится. Да, да. А при этом, ну, то есть, оповещение в случае тревоги идет в двустороннем поле, да? Если, соответственно, ну, слейф-режим подразумевает отсутствие, как таковых дополнительных брелков. Ну да, я, например, вот дома там на гвоздик повесил, и около дома мне нужна связь. Да, и тем не менее, если вы управляете штатным брелком, тем не менее, и есть у вас в комплекте вот такой брелок с обратной связью, соответственно, вы можете использовать его как пейнтер. Да, как пейнтер. Да. То есть, на работе мне там, в магазинах он не нужен. Да. А дома мне нужно ждать ночью. То есть, он у меня может дома оставаться, способом авторизации быть местом. Правильно? Да, да. Соответственно, если вы не хотите использовать, например, брелок, да, вы можете использовать сотовый телефон, например, конкретно информация о состоянии автомобиля. А управление происходит, ну, режимами охраны с помощью чего? То есть, СМС или есть? Или есть голосовое оповещение, то есть, СМС оповещение. То есть, существует возможность управления в тональном наборе, да? Да. А приложение, как сказать, что происходит? Мобильные приложения сейчас тоже разрабатываются, да. Соответственно, человек может в акциономном режиме получить информацию о местом расположении автомобиля. Если у него на смартфоне есть соответствующие приложения, он может получить информацию с выводом точки на карте. Угу. Вредом карты, карты могут быть и Яндекс, Гугл, Тритмэп, любые... А ЧПС антенна, она непосредственно уже находится на самом модуле? Да. Сейчас я, к сожалению, не могу вам показать ЦСМ модуль, он сейчас, ну, будет, как сказать, в стадии разработки, да? Ага. Но это внешнее устройство, при этом у него встроенная антенна, но, если чувствительности этой антенны не хватает, можно подключить внешнее устройство. Ну, да. Спасибо. И вот еще вопрос простой. То есть, как вы оцениваете именно вот... Соответственно, вот этот вот ай-код, да, это полный набор, это интерактивная связь с автомобилем, в народе это диалоговая, значит, связь, это многочастотный радиоканал, защищенный от радиопомех, стабильный радиоканал, который позволяет в условиях сильных индустриальных помех работать с каналом. Это постоянно мониторинг качества связи, чего, собственно говоря, нет и в одной системе. Тут, не знаю, в генамной системе есть связь или нет связи, тут качество связи по типу мобильный. Когда у вас связь теряется, у вас усиление увеличивается, или наоборот, да, соответственно. Это в зависимости от моделей или пять, или семь гибких flexible каналов, которые будут управляться с брелка, которые могут управляться по статусу системы, которые могут, ну, например, при выключении там зажигания, при выключении турботаймера, например, при выключении охраны. Эти каналы можно использовать в зависимости от потребностей и от задач, которые ставятся при формировании охранного комплекса. Это довольно-таки универсальный запуск. Вся информация по управлению запуском происходит с брелка на онлайн режиме. Вы можете запрограммировать периодические пуски, вы можете запрограммировать единоразовые пуски, вы можете запрограммировать запуск по температуре примерно с шагом до одного градуса. Вы можете запрограммировать запуск по просадке напряжения питания, да, гибкие. Ну и плюс возможность подключения, как я уже сказал, различных дополнительных устройств делает, собственно говоря, с простой сигнализацией некий охранный фонд с высокими противоугодными и сервисными возможностями. Да, но я сказал, что экран двухширный считывает информацию не только статусную, но считывает параметрическую информацию о скорости автомобиля, о пробеге, о температуре двигателя, ну, значит, о среднем расходе топлива. Ну и, соответственно, всю статусную информацию двери, комод, багальник зажигания, тормоз ножной, ручной. Хорошо, спасибо. И вот как вы видите вообще дальнейшее развитие рынка в «Скар-секьюрисе» в России? Вот сейчас больше идти рынок будет в сторону каких-либо устройств? Ну, я так думаю, что со временем, трудно сейчас сказать, сколько времени осталось, да, обычной сигнализацией в виде блинков с обратной связью, я так думаю, что рынок будет постепенно уменьшаться. А, соответственно, приоритет будет отдаваться более современным коммуникативным средством, с использованием GSM, GPS, ZPRS каналов, с использованием передачи потоковой информации, да. В частности, GSM может позволять передавать у нас с камеры состояние внутри салона, да, если все аккуратно будет, значит, направлено, да. Это всевозможные, соответственно, датчики. И, в конечном итоге, значит, клиент, который автомобиль будет пользоваться штатным брелком и своим мобильным телефоном, получая максимальную информацию на свой мобильный телефон и управляет его. Ну и, безусловно, как следующая операция, да, это возможности сервера, где, соответственно, где хранится различная информация в доступе как для клиента, так для установщика, как для страховой компании, и так для автоколка. Ну и, я так думаю. Ну, спасибо большое. Спасибо за просмотр. Удачи. 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 Продолжение следует...